И сегодня мы поговорим, как написано у Михея 6.8, о человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия, и смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим. Вот задумывался ли ты человек, знаешь ли ты правда, что есть добро для тебя? И что есть зло? Умеешь ли ты различать истинное добро от того, что ты называешь добро? Иногда кажется, что все человечество сильненько заблуждается. Не знает истинного добра и называет добром то, что просто хочет иметь. И когда мы не получаем то, что мы называем добро, мы разочаровываемся, огорчаемся. И даже умудряемся назвать это злом, потому что мы это не получили. А на самом деле, добро ли мы просили? Помните, как сказано в Евангелии, что просите не на добро. Очень часто мы просим не на добро. Даже поститесь и молитесь, и не получаете. Почему? Просите, оказывается, не на добро. Потому что мы иногда определяем, как добро, то, что нам не во благо. Я думаю, что это началось еще, о, когда с едемом. Когда человек был создан в добре, еще не вкусил зла, не знал, что такое зло. Не было осознания его. Его последствий. Даже когда Бог сказал, что смертью умрешь, как-то не понималось. Не понимали сущности зла. И поэтому попались. А сегодня осознает человек? Сущность зла человек осознает? Его проявления, его последствия осознает? Я думаю, что если бы осознавал, знаете, сколько бы не совершил. Вот даже мы с вами. Если бы мы осознавали, что есть истинное зло, и что истинное добро, мы бы столько поступков не сделали. Мы столько бы не совершили, не сделали в свою жизнь и для себя. Поэтому похоже на то, что нам надо учиться. Надо учиться, что есть добро. Для нас. И что есть действительно зло для нас. Как Бог видит, что для нас добро или зло. Мы должны Ему больше доверять. Почему Он и говорил, доверяйтесь Мне, доверяйтесь Мне. Если слушать этот мир, то можно как раз добром называть то, что нам зло и во вред. Когда змей подполз к жене, к женщине, к Еве и сказал. Познаешь добро, познаешь добро и зло. Если ослушаешься Бога фактически. Тогда уже само понятие добра в человеке исказилось. Вот с тех пор уже мы не можем точно определять, что есть добро. Если мы не ходим во свете Божьем постоянно. Мы многое не можем правильно увидеть и определить. И Михей пишет, что человек тебе сказано, что добро. Когда было сказано? В самом начале. Когда Бог создал человека. Он в самом начале сказал, что есть добро. Слушаться Господу. Слушаться Создателя, это добро. Даже не надо философии. Нужно просто слушаться Господа. Это для человека истинное добро. Знаете почему? Этот Создатель все создал. Все определил. Он ли не знает, что добро? И что зло для человека? Человек, который ходит в послушании? Он ходит во благе и в добре. Не может человек получить добро от непокорности. Если он не покоряется Создателю. Не может. Это уже пошло зло. Потому что непокорность, оно и приводит тебя в состояние зла. И всю твою жизнь, она будет исполнена злом. Все тебе будет во вред. Вот так скажем. Но, к сожалению, непокорство, как сама природа человека. Природа уже стала. Само зло уже живет внутри нас. Понимаете? После того, как вкусили этот запретный плод. И теперь нам приходится учиться, что является добром. Приходится учиться, что является злом. Приходится смирять себя. Знаете, для чего? Чтобы жить добре. Вы только осознайте свое состояние. Человеку смиряться приходится, чтобы жить добре для себя. Потому что добро, оно только в Боге. Добро только в Божьих заповедях. Для человека это послано, добро. Если человек противится заповедям, не хочет заповеди Божьей исповеди. Он противится добру. Как пишет пророк Михей, как мы сейчас только что прочитали. Научитесь делать добро. Он говорит, научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. Тогда приходите, придите. И рассудим. Говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушайтесь, то будете вкушать благо земли. Что Он сказал? Научитесь делать добро. Ищите правды. Не то же самое сказал Иисус. В Матфея 6, 33. Другими словами. Ищите же прежде Царство Божье и правды Его. И это все приложится вам. Правды Божьей ищите. Потому что у каждого у нас своя правда есть. Но когда мы ищем правды Божьей, и когда живем по ней, мы живем в добре. Но можно ли насильно заставить человека искать добро? Или же делать добро? Насильно можно? Как вы думаете? Я думаю, что насильно заставить делать добро или искать добро, это уже зло. Потому что насилие само по себе это уже зло. Поэтому научитесь. Возжелайте. Если у вас появится желание, вы сами потянетесь к добру. Посмотрите, как крестоносцы хотели насильно сделать христианами. Великое зло. Понимаете? Сколько бы мы ни видели, хотят насильно заставить молиться, насильно, зло. Это не пререшает, а отталкивает. Любое насилие, оно уже является само по себе, по сути, злом. Там, где есть насилие, там уже присутствует зло. Запомните. Поэтому оно только озлобляет человека. И Бог насильно даже в Царство Божье никого не приводит. Вы заметили? Никого насильно Бог не тащит. Нам все время говорится, если хочешь, если хочешь, прими, вот, не вкушай, вот, исполняй, если хочешь. Ничего не сделал Бог насильно, вы только посмотрите. Когда человек под чьим-то давлением власти чьей-то делает добро, оно перестает быть добро. И даже, по сути, оно уже не добро. И для этого человека, который делает насильно, оно зло. Поэтому не нужно насильно, нужно желать и любить его. И в небеса никого вы не притащите насильно. Даже у нас есть хороший пример, как притчу сказал Иисус. Когда были два сына у одного отца. И один сын захотел пойти в этот мир, захотел. Дай мне наследство мое, и я пойду. Отец мог сказать, мне дам. Но Бог, Иисус, говорит, что Он дал. Потому что насильно удержать Его было чему подобно? Зло. Он бы ходил и злился. Да, зато Он был бы при отце. А для чего это? Он бы был в доме на годы, быть может. Все промотал, все потерял. Но когда вернулся, Он избрал добро. Избрал, вкусив зло, что поделать. Теперь человек должен иногда вкусить, чтобы понять разницу. и когда он вернулся, он вернулся с опущенной головкой, с покаянием. Он уже избрал добро. А насильно, он бы добро никогда не избрал, у него была бы только горечь и обида. где человек видит добро, туда он и тянется. Он не будет тянуться ко злу, если он видит, что это зло. Он считает, что это добро для него. И Господь предлагает. Предлагает рай, предлагает вечное царство, предлагает нам добро, предлагает нам спасение, предлагает. Когда человека лишают всякой возможности выбора, насилие, а насилие — это зло. Вот поэтому думают, а почему в раю было дерево познания добра и зла? Ну, убрал бы Бог, а где справедливость? Не было бы справедливости, не было бы свободы, не было бы добра. Понимаете? Бога все справедливо. Он сказал, не вкушай. Это ты должен избрать. И сейчас Бог не убирает из мира все соблазны. Почему Бог не убирает все соблазны? Мог бы все убрать, сделать опять рай на земле, и мы бы жили. А что бы Бог не убирает все соблазны? Потому что если Он не убирает все соблазны, то будет как в земле. Ценные личности мы были бы или нет? Как вы думаете? Нет. Как ценит Бог то, что ты избираешь добро? Как ценится та душа, которая ищет Царство Божье и правды Его? Добро всегда предлагается. Всегда добро предлагается, а избирай человек. И Евангелие как благая весть должна быть не насильственным образом навязана, а предложена как лучшая. Господа, как хорошая новость, не должна быть поршена на кого-то, но предпочтена как хорошая вещь. Поэтому, когда даже благовествуете, так благовествуете, чтобы захотел человек принять, а не прижав в угол, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Насад уже вынужден, но он не любит и не хочет. Он завтра все равно это бросит. Тяжело ждать. Нам хочется сейчас, нам хочется, чтобы все полюбили Иисуса, чтобы все приняли. Но так не внедряется. Человеку Бог дал свободный выбор и волю. Выбирай добро. и закон Божий и заповеди Божьи это заповеди жизни он является по сути добром правда же? закон Божий является добром потому говорится что закон Божий благ но не для всех некоторые в этом видят зло и насилие как по-вашему кто видит в законе Божьем насилие кто хочет делать зло кто хочет делать зло ему кажется насилием делать добро вы представляете какой разум поврежден у человека зачем я должен исполнять заповеди? потому что это любовь потому что это зло а для него это не зло для него не зло творить вот то что беззаконие что Богом осуждено для него не зло возможно ли его заставить делать добро? возможно и как по-вашему внутри у него что будет? кипеть как раз-то и зло будет кипеть так не приводят так не ограничишь из тюрьмы сколько выходит и опять в тюрьму попадает тюрьма никого не сделала хорошим человеком почему? она закрыла его как закон закрыл допустим он не мог убивать не мог грабить не мог ничего делать ждал пока выйдет на волю изменяет только Христос изменяет желание человека измениться если есть желание измениться он изменится а если нет посади его в рамки закона и что получится он этим же законом тебя будет убивать потому что внутри убийца да даже закон можно обратить во зло но Бог нас призывает к тому чтобы мы полюбили Его это первая заповедь возлюби меня возлюби Господа Бога Своего всем сердцем всем разумением всем крепостями своей души если ты возлюбил Бога ты уже возлюбил Его заповеди потому что Бог это святость ты же не любишь Его как золотую рыбку если ты Его лично полюбил личность ты полюбил Его сущность а это праведность это святость и вот Давид полюбил он с детства Его любил не могу сказать что он был вот с детства так наставлен но сердце его тянулось к правде к добру и он во всех своих псалмах пишет о том насколько он любит Господа и любит заповеди Его Псалом 118 127-131 очень хорошо он описывает он объясняется в любви заповедям заповедям а я люблю заповеди твои более золота золота чистого все повеления твои все признаю справедливыми ну какая душа как это прекрасно мои дорогие когда ты любишь заповеди они для тебя дороже золота вот положат на весы тебе дадут много богатства если ты будешь нарушать заповеди что в этом мире предлагают или же ты будешь исполнять заповеди и не будешь иметь это богатство что изберешь ты человек богатство этого мира или заповеди вот Давид говорит больше я люблю заповеди твои более золота более золота чистого все повеления твои все признаю справедливыми все повеления твои признаю справедливыми я хочу сделать акцент на эти слова сколько человек любит поспорить а почему нельзя а почему нельзя почему мои дорогие он признает все справедливыми как он доверяет Господу и как любит добро всякий путь лжи ненавижу дивны откровения твои потому хранит их душа моя откровение слов твоих просвещает вразумляет простых открываю уста мои и вдыхаю ибо заповеди твоих жажду вдыхаю что вдыхаю заповеди вдыхаю это дыхание мое заповеди я этими живу понимаете другими другими словами сказал Давид как он хорошо это все описал вот как надо любить заповеди чтобы любить правду и добро он точно увидел что в этом и есть добро для него самого и для окружающих вообще это добро псалмы его просто пропитаны любовью к заповедям потому что он увидел в этом добро и полюбил если человек ты не любишь добро вот это заповеди Божьи ты и в церковь ходишь насильно ну надо а вдруг не спасусь ну разве Бог призывает на силу вот такому или он хочет чтобы человек бежал сюда если бы ты назовешь субботу отрадою если для тебя это отрада приближать церковь если твое сердце колокочет от того что ты бежишь к Господу значит до тебя достигло Царство Божье и видел Давид что не в царстве не в богатстве добро в исполнении заповеди потому что они вели и ведут каждого в вечность к Создателю к близости с Богом и что могло прельстить такого человека который любит заповеди только любовь к Господу прельщает потому что все остальное для тебя зло еще хочу прочитать вам другой Псалом тоже Псалом 118 61-68 все эти нечестивых окружили меня вот ситуация да проблемная ситуация все эти нечестивых окружили меня что в это время делает человек когда тебя окружили сети нечестивых людей мысли бегают бегают а он что пишет но я не забывал закона твоего потому что в это время можно забыть закон и начать думать зло мыслить но вы именно в это время он говорит я не забывал закон все эти окружили беззаконниками но в полночь вставал славить тебя за праведные суды твои не вставал для того чтобы думать как отомстить как сделать вставал славить за праведные суды общник я всем боящимся то есть я соединяюсь с теми кто также боится Господа и любит Господа я общник объединяюсь с теми которые хранят повеления твои милости твоей Господи познала земля научи меня уставом твоим благо сотворил ты рабу твоему Господи по слову твоему доброму разумению и ведению научи меня ибо заповедям твоим я верую прежде страдания моего я заблуждался а ныне слово твое храню благ и благодетелен ты научи меня уставам твоим он он жил всегда по заповедям еще когда возился с этими овечками и все равно однажды согрешил и сделал правильный вывод научи меня несмотря на то что заповеди есть у всех и он знал заповеди закон знает все и он знал закон 10 заповедей все знают но всякая ситуация нуждается в откровении как поступить чтобы это была заповедь божьей заповедь любви поэтому он пишет научи меня поэтому иисус сказал ищите прежде всего царство божье и правда его ищите не один раз нашли и все нашли мы покрестились мы покрестились мы нашли это учиться надо учиться это учение и он говорит научи меня хотя заповеди знает закон знает любит вы знаете если вы мудрые вы сейчас тоже будете так молиться и каждый раз будете просить научи дай мне мудрости утром проснулись просите дай мне мудрости прожить этот день правильно этот день прожить правильно в этом дне совершить добро а не зло для себя хотя бы даже дай откровение потому что в любой ситуации когда Бог дает откровение ситуация разрешается и разрешается правильно понимаете а если ты не ищешь ты будешь поступать по человеческим правдам но можно ли человека заставить насильно любить заповеди невозможно невозможно никого не заставишь любить никого любить и не заповеди насильно любить нельзя заставить искать заповедь его насильно тоже не заставишь. Это любовь тянет. Поэтому просить надо любви и больше, и больше, и видеть, что у тебя недостает любви. Недостаточно мы любим Господа. Разве не хочется нам так его любить, как любят на небесах? Так его прославлять, так поклоняться, как на небесах поклоняются и прославляют. Вы знаете, если вы к этому будете тянуться, вы будете этим наполняться. То, что вы ищете у Бога и просите, то Бог вас, внутренность вашу наполняет. Если вы будете наполняться вот этим прославлением небес, вы будете ходячими небесами. Если помните, я говорила вам, куда бы вы ни придете, атмосфера будет меняться. Потому что пришел человек с атмосферой небес. Но это надо хотеть. Для тех, кто заповеди Божьи избирает, он в этом тоже продвигается. Он в этом тоже и учится, и возрастает. Потому что он возрастает в познании добра. Это не только не убей, не укради, это низкий уровень знания добра. Когда Бог начал мне открывать, что есть добро. И как можно рассматривать каждую ситуацию и увидеть, в чем добро и в чем зло. Мои хорошие, это целая наука. Целая наука, поверьте. В обращении даже друг с другом. Добро и не добро, добро и не добро. Это только надо просить, что Бог вел. И усматривай тот, который во всем Бога и хочет жить в добре, он будет искать. Да, закон, он осуждает то, что злое. Если человек хочет это делать, он противник, противник всему доброму, противник заповедям. Если в натуре живет зло и ты принимаешь за добро зло, посмотрите, что делает правительство. Почему издаются законы, противоположные Божьим, и оправдывается зло, оправдывается неправда, и еще заставляют народ принять это, противоположное Богу. Они называют добро, злом зло добро, потому что всем правит здесь тьма. Можем ли мы быть участниками этого? Можем ли мы принимать такое? Неважно, кто издает эти законы, у нас есть один царь. А мы должны быть покорны заповедям Божьим. Мы не можем оправдывать зло. Мы не можем оправдывать неправду. Это лукавство и лицемерие. Исайя предупреждает об этом. Посмотрите, как он говорит. Исайя 5, 20-21. Горе тем, которые зло называют добром. И добро злом. тьму почитают светом и свет тьмою. Горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собою. Горе. Оказывается, принимать участие в этом беззаконии горе. Потому что это не на добро человека. Мои дорогие, как нужно жить в добре, избрать добро. А добро что человеку? Заповеди его. Заповеди его, которые охраняют нас. Они как забор охраняют нас от зла, от погибели. Это заповеди жизни, заповеди благословения. От человек, разве ты не знаешь? Что есть добро для тебя? Разве ты не знаешь? Но Бог не заключил насильно в кандалы закона. Посмотрите, Он не заключил нас насильно в кандалы исполнения закона. Он дал его и говорит, это для тебя добро. Это для тебя благо. Избирай. Моисей сказал очень хорошо. На века вас свидетельство пред вами. Призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Вот оно, добро и зло. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь. Для того, чтобы жил ты и потомство твое. Не сказал насильно. Опять идет слово избери. Избери. Хочешь, твое потомство было благословенным? Хочешь, чтобы ты был благословенным? Избери. Избери. Не проклятие, а добро избери. Благословение избери. дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего. Слушал голоса его. И прилеплялся к нему. Вот оно добро для человека, понимаете? Слушать голоса его. Прилепляться к нему. Вот это твое благословение. Тогда будешь жить и ты и потомство твое. люби Господа. Ибо в этом жизнь твоя. Вот сказано все. В этом жизнь твоя. И долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь склятвою обещал отцам твоим, Авраму, Исааку и Якову. Мы с вами знаем, что эта земля это только имидж. На самом деле земля бетонная на небесах. Так что все, что было предложено и Моисеем сказано фактически о вечности, я буду очень честной с вами. Иногда я бы хотела, чтобы Бог кое-кого схватил и насильно вел его в Царство Божье. мне хотелось сколько раз сказал Господи, ну почему же ты его насильно не возьмешь? Но если бы ты его взял, но если бы ты его притащил, но если бы ты поставил, но это было бы для него зло. Это для меня добро, потому что я понимаю, что это добро. А для него это было бы зло. Поэтому Бог этого не делает. Он говорит, молись, молись, а я буду работать над его сердцем. Пастись, я буду работать над его сердцем. Зачем? Зачем работать над его сердцем? Кто скажет? Затем, чтобы он захотел. Захотел. Понимаете? Если изберет, если заходит, Бог будет создавать ситуации. Ну, чтобы он захотел. Вы знаете, что Бог никогда не возьмет и не потащит за руку. С другой стороны, мы же знаем, что Бог берет за руку и ведет, да? Кого? Кто сам свою руку дает? Возьми меня, Господи, веди меня. Потому что без тебя я боюсь, что не дойду. Кто дал ему руку, того он и ведет. Потому что этот человек понял, это добро для меня. Когда моя рука в его руке. вот это добро. Вы знаете, иногда идешь с малышом, он руку вырывает у тебя, правда? Все испытывали это. И побежит вперед, шлеп. И думает, но не лучше было бы шел за ручку и не упал бы. И коленки бы не поранил. Так что для ребенка было добро? А он думал, насилие мама тащит его. иногда кажется насилие. Но это не насилие. Когда ты малыш и даешь папе и маме ручку, это добро для детей. Это добро для нас, великое добро, когда мы доверяем Господу. Когда мы говорим, возьми меня и доведи меня. Потому что я сам боюсь и споткнуться и упасть и отойти и быть обманутым. Как и Давид говорил, все пути Господи тебе представляют, чтобы ты совершил. Если вы понимаете, что есть добро, тогда бегите к нему. Если вы избираете добро, истинное добро, тогда исполняйте заповеди, живите по ним. Если вы поняли и осознали, что добро нужно учиться добру надо, молитесь так, открой Господи, научи меня Господь, что есть благо для меня, что есть добро для Научи меня добру. И как сказал Михаил, о, человек сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Но в этих словах сказано все, послушание. Послушание. С первого дня создал человека и сказал, пожалуйста, послушай семья, не кушай оттуда. Это для тебя смертение. и все. И человек выбрал. Но сегодня с нашими знаниями, с нашим опытом, может быть, мы поймем, что добро и что требует от нас Господь. Может, сегодня мы не станем вкушать то, что ядовито. Хоть на вид и аппетитно. Кто из вас достаточно имеет мудрости, доверьте ему пути свои. дайте ему свою руку. Пусть он вас ведет. Пусть тащит даже, но с вашего позволения, с вашего разрешения, с вашего желания, чтобы вы могли, как Давид, сказать, все справедливо, что ты делаешь. Господь, все, что в моей жизни, все справедливо. Я принимаю, что это все справедливо. А не так, дал руку и ропчешь. Это насилие, Бог отпустит. Если дал, доверяешь. Договоришь.